Всем большой привет! Я сейчас прогреваю машину и собираюсь ехать за Вадюху в школу. Сегодня у меня целый день была, знаете, такая цепная реакция. Я начала, заправила постель, протерла пыль, поставила пылесос, поставила машинку. И вот так закрутилась, закрутилась, такая, хоп, уже надо за Вадюху в школу идти. Ксюша в садике, муж на работе. Сейчас заберу Вадюшку и хочу заехать в магазин, купить наклейку такую, как-то, не наклейка, пленка самоклеящаяся. Для того, чтобы детям в детской обклеить стол. Он был обклеен, но смотрю, что-то там все уже пошарпилось. Думаю, надо сделать по-новому, купить новую расцветку и поклеить. Вот, еще у меня новая шапка, как вам? Почему спрашиваю? Потому что мне муж сказал, что, да, ну, не знаю, как-то не очень. Да, мне так нравится, такая яркая, прикольная. Ту шапку, которую я покупала, не знаю, 4 месяца, 3 месяца назад, я ее потеряла. Не могу найти, не знаю. Я уже и дома все облазила, и в машине посмотрела, и в сумках. В общем, не знаю, чудесным образом она у меня пропала. Вот, так что напишите. Мне кажется, вообще классно. Мне прям нравится. И цвет такой прикольный, яренький. Вот, что из новостей еще? Мы едем в выходные с Ксюшей. Знаете, куда? На танцы. В общем, хотела на той неделе записать ее, но у нас были сопли. И что-то как-то, я думаю, нет, пускай она прям будет здоровая, чтобы не пошла вот эта реакция у нее. Сопли пошли на танцы, там вспотели и заболели. Вот. В общем, написала сегодня тренеру. Когда прийти, она говорит, в эти выходные набирается группа. Уже набралось 5 человек. И если наберется 7, то в эти выходные уже начнутся танцы. То есть она ведет другие группы, но старших, да? Старшие группы, то есть там от 8 лет. И сейчас она набирает 6 леток. И прям вовремя я написала, потому что мы попадаем в эту группу, которая только формируется. Я думаю, что это будет здорово. А не так, что когда кто-то уже что-то умеет танцевать, да, девчонки. И тут приходим, например, Ксюша, которая не ходила на танцы. И она что-то не умеет, а те умеют. В общем, здесь они будут вместе начинать учиться танцем. Направление хип-хоп Ксюша хотела. Хотела она, потому что у нас в Москве у Кати дочка Алиса, это подружка Ксюшина, тоже ходит на хип-хоп. И ей прям так нравится. Она там танцевала, показывала Ксюше какие-то там движения. В общем, Ксюша очень рада. Вот. В общем, такие вот новости. Завтра утром у нас английский язык. В 9 часов придет Мария Сергеевна. Так Вадиму нравится заниматься с репетитором. Я даже не ожидала. Она приносит какие-то магнитные буковки. Они играют. Иногда час занятий идет, иногда полтора часа. И Вадим просто, он выходит не такой не уставший, а прям уже, ну, прям нравится, в общем, ему нюансы. Такой грустный. Ну, че ты, аккуратней. Давай ручку. Ты че такой грустный-то? А? Че? А? Говори. Че говори? Ну, говори. Ну, говори, сын Оль. Я двоек. Че ты врешь? Я видела. Нет у тебя двоек. Ну, ладно. Ты пранкер. Давай руку. Я видела, что у тебя нет двоек, Балтун. Мама, а у папы есть? Пять-четыре я видела сегодня. Пять-пять-четыре. Пять-пять-четыре, да. Умничка. Стих рассказывал? Да. Пять-пять-пять. Пять, да? Мам, у второго только два человека по одинаковому рассказали. Ну, я и еще один стихотворение рассказали. Такое же, да? Да, такое же. Ну, там Наталья... Ну, это... Стих называется «Мир нужен». Уже пришли домой. Посмотрите, кто у меня сидит на коленочке. Гоша. Гоша хорошая. Гоша. Красавчик. Хохолок он испачкал свой где-то. Мне кажется, мам, то что... Гоша, ну, почерикай, что ли. А ты что портфель-то бросил там? Тащи сюда сейчас, будем смотреть. Смотри, что задали. Гоша, можно тебя потрогать? Давай попробуем. А мы просто очень милые. Они говорят, нет, я просто попару. Мне... А, не дается. Полетел в клеточку. А мы приготовили лыжи. Думали, что завтра будет физкультура. А оказывается, что физры не будет. Будет физра, только не будет лыж. Да, почему? Потому что гололед на улице. Потому что на улице гололед. И завтра они у них... У кого нет гололеда, хочу... Гололеда. Гололед. Да? Правильно я все говорю? Да. Гололед. Молодец, постарался, мальчишка. А, точно. Вышел, пранканул маму. Я такой расстроенный. А глаза хитрые-хитрые. Я, говорит, двойки-то получил. Две двойки. Аж в глаза вот такой. Пытается не засмеяться. Да? Пранкер. А папа же нет в нем, Николая, я ему так скажу. Так папе скажешь, да? Только не говори. Хорошо. Мы приехали в Оби и хотим здесь посмотреть эту пленку. Вадим сказал, что надо купить не девчачью теперь, а какую-нибудь нейтральную, да. Добро пожаловать. Сколько тут всего много для сада и огорода. Мини-барники по 160 рублей. По 289. Вот такие есть еще для рассады. Мешки всякие. Как мне нравится-то отделы. Всякие тут обои красивые. Ой, а вот какие тоже прикольные. В детскую. У него там обои прикольные, да. И здорово, что здесь можно выбрать вот здесь эти рулоны. Все висят наверху. Какие? Ценника. Ценника, да, кстати, ценника. 1830. Две триста. Так, ну. Вот она пленка, да. А где цена-то у нее? Нету цена? Да. Ну, что-то как-то я это... Думаю, что мне не нравится ни одна расцветка здесь. Просто белая. Цена указана на товаре. Нет здесь цены. Мне не нравятся расцветки. Это и все? В общем, в Оби не было нашей пленки, которая нам нужна. И мы приехали в светофор. Причем она здесь будет гораздо дешевле, чем в том магазине в Оби. Да там и выбрать-то что-то нет совсем. Да? Так, до девяти часов работает. Что-то новенькое привезли. Набор инструментов. 421 рубль. Вот что входит в наборчик. В общем, приехали домой. Не нашли мы пленку. Ни в светофоре, ни в Оби ее не было. Вадюш, не надо так делать, сынок. А завтра поеду еще, может, в маяке посмотрю. По-моему, что-то около 200 рублей стоило. Большой рулончик такой. Ну ладно, вот Вадюшка делает уроки, математику. Дай, смотри, сынок. Что там, все получается у тебя? Много урока задали? По-моему, надо русский еще сделать, да? Ксюнь, как твой денек прошел? Расскажи нам, пожалуйста. Классно? Что, в садике чем занимались? Сегодня мы занимались в тетрадях. В тетрадях занимались? Классно. А буквы писали? Нет, мы там не буквы. В, мы там примеры сначала, а потом буквы. Тебе буквы в надо писать нам, да? Маленькую. А гулять ходили? Нет, не ходили. Сколько? Ты мне скажи, а ребятишек много ходит в группу вашу? Не очень. Сколько примерно, не помнишь, было сегодня? Двенадцать. Двенадцать? В общем, в группу ходит двенадцать человек, а вообще у них тридцать шесть. Или тридцать восемь? Тридцать восемь? Тридцать восемь ребятишек, из них ходит только двенадцать человек. Нет, тридцать. Потому что я, если у нас на карантин еще посадить еще одна, это очень надеюсь. Я приду тоже. Пойдем, надеется, что их на карантин посадят. Делаю уроки. Ксюнь, пойдем, не отвлекай Вадюшку, пусть он делает домашку. Сегодня на ужин будет печень со сливками и гречневая кашка. Гречку я поставила отваривать. Сейчас посолю, поперчу. Нет, перчить, наверное, не буду. Просто посолю, добавлю специи. И буду обжаривать на сковороде. Я в сковороду налила масло и печень добавляю сразу, пока сковорода не разогрелась до максимума, чтобы печень не стреляла. И не на прям большое, а на средний огонь. Сейчас вот так вот немножко поджарится. Буду перемешивать и накрою крышкой. Чунечка тут старается. Умница. Вчера вы не успели дописать. Сегодня пишем, да? Учимся. Потому что мы вчера купались. Да, вчера пошли купаться и не успели дописать. Убываю крышкой. Надо убавить немножечко огонь. Все. Печень начала выделять сок. И как только вот эта вот водичка, не сок, а водичку, наверное, как она только испарится, я сразу добавляю лук. И чеснок. В общем, я добавила лук. И чеснок удавилкой выдавила еще чеснок. Теперь сейчас все перемешаю, потушится. И добавлю сливки. Добавила сливки. И минут 10 после того, как добавила, печень еще потушится. И можно будет выключать. Кстати, вот когда добавила сливки, можно чуть-чуть прям прибавить огонь. Все. Я уже положила всем покушать. Получилась вот такая печень с гречкой. Добавила овощей. Быстрый и полезный ужин. Да, Вадюш? Бери стульчик, он внизу, внизу. Я здесь сижу, да. Садись. Ручки помыл? Да. Всем приятного аппетита. Я, кстати, картину вон туда пока повесила. Надо рамочку купить. Молодец. Если что, не обращайте. Да, если что, не обращайте. Это были Ксюшина слезы. Чуть-чуть неудачи, падения. Но мы через все прошли. В общем, писали-писали в чистовик чисто. Но что-то пошло у нас не так. Проблемка стала с буквой В. Но Ксюша потренировалась. Я ей дала такие подсказочки. И посмотрите, это все она сама написала. Вот сейчас она пишется. Ну, Вадим у нас левша. И Вадим стал торопиться в последнее время. В общем, сейчас еще повторили буквы А. То, что вот мы прошли. А маленькую, А большую. Маленькую, большую. В. В общем, вот сейчас Ксюша еще прописала. Молодец. Осталось только почитать. И на сегодня уроки закончились. Да, Ксюш? Да. Сейчас чай попьешь. Держи. И приду читать. Да, и Вадюшка тоже русский наделывает. Кот ученый. Да, ты мой кот ученый? Ксюшки убирай. Моли бы мне переменку. Ну, ты переменку делай себе. Ой, я не знаю, во сколько вы заканчиваете делать уроки. Но у нас время уже полдесятого. А мы все, делаем уроки. Ну, ну, сейчас русский доделать. В принципе, все, да? А, математику. На математику завтра. Я сейчас делаю. Сейчас Ксюша у нас прочитает какой-нибудь маленький рассказик. У меня опять репетитор. Ну, вот. Да, завтра быстро. Если, Мария Сергеевна, если вы смотрите, нас, то скажите мне, почему вы поменяли, ну, когда вы приходите. Раньше было пятница, воскресенье, а сейчас вторник и суббота. Ну, у нее как получается, так она и это. Она же тоже работает. Может быть, она тоже. Она работает. Может быть, она потом придет. Ненормированный график у нее такой. Так, все, ладно, доделывай. Может быть, она просто ходит к другим. Да, к другим. Что опять у вас бардак. Тут давай математику сюда вот уберем. А завтра вместо литературы у вас будет математика, да? Ну, все, пиши. Видите, я? Ксюнечка пришла пересказ делать. Она прочитала вот такой маленький рассказ про бобров, да? Да, давай. Бобры. Давай. Бобры на болоте строят и те строители у бобров зубы, как бритвы. Как бритвы. Какие они? Зубы острые. Острые, да. Ну, давай, вспоминаем. Ублекай, Ваня. У бобров на болоте. У бобров на болоте. Плотины. Плотины. Из чего они сделаны? Что было? Что было? Из столбов. Какого дерева? Осины. Осины. Молодец, Сонечка. Из столбов на болоте. Я просто это все у себя взяла. Я не хочу писать. Мама, я просто вот это все взяла в кучу, потом это все разложила в голове и прочитала в голове. Молодец, умничка. Вадим, ты что там делаешь? Берешься. Давайте я вам покажу. Давай, покажи. Вадюш, что-то березка попала. А я показываю колокольчик. Умничка. Классно, Ксюш. Ксюш, я забыла сказать новость тебе. Ксюш, на танцы ходят. Ты пойдешь на танцы на выходные. Если там группа наберется, пойдешь танцевать. Я ксюшу пойду. И, кстати, Вадим, может быть, с тобой пойдет. Только я не с этой Ксюша пойду. Посмотрим. Вот так будешь танцевать? Да. Покажи, какие еще движения тебе Алиса показывала. Покажи нам. Не знаю, какие. Ну, Алиса с Москвы какие-то тебе движения показывала, не помнишь? Ну, давай, какие знаешь. Я знаю, что это... Только не топайте. Ух ты, клоун. Могу еще еще показать. Ну, это не, ну, мы на танце хотим. Мам. Танцоры-диск. Говорю, в телевизор не врежешься. Ну, кой еще показать. Давай, покажи. Ну, это мои руки. Покажи, как ты русский доделал, нет? Нет. Давай, делать. Батюшка гладит. Бошу. Да, вот как маленького животного, как котеночка гладишь его. Угу. Так, прям. Ручки положили. Приручил, в общем-то, попугая, да? Именно к себе почему-то. А потом он так и идет теперь. Он что-то. Он прям засыпает, смотри. Такой прижался к тебе. Да, и правда. Нравится тебе Гоша? Угу. Больше мне Гоша нравится, чем реки. Чем волнистые, да? Да, волнистые. Они не такие сильные. Не такие послушные и не так их можно приручить, да? Угу. Они просто чирикают тебе, чирикают. А это прям друг твой. Да, мы только бегают. Смотри, прям, мари, как присел. Присел на водюшку и сидит.